Слобожане знали, слобожане шли на выставку технического творчества. Шли посмотреть, как взлетает запущенная здесь ракета, узнать, чем в свободное от работы время в своих мастерских занимаются народные умельцы, да и просто удивиться, неужели это все можно сделать своими руками. 20 экспонатов и 10 участников, среди них Максим Вихарев. На выставке он представляет катамаран, который уже получил признание на областных соревнованиях и стал незаменимым атрибутом летнего отдыха. Камаран разборный, легкий, руки всегда свободны, не как ноги можно вообще-нибудь поделать, порыбать, спиннинг, запрашивать, как плывешь. Эксплуатировали? Да, мы два раза в ходы ходили, так катались, навязки ходили. Вот еще один привет из лета. Водные лыжи. Их используют уже более 20 лет. Научиться на них ездить очень просто. Получаешь огромное удовольствие. Однажды лежали на пляже, вдруг смотрим, кто-то, видимо, то ли кировский, то ли чепешский раньше ездили, приехали на лыжах. Так захотелось. И давай, пришли домой, стали делать. За неделю сделали, погода испорилась. Уже почти по снегу пробовали, не пошли. На следующие лета все равно. А это уже второй вариант. Экспонатов немного, а потому посетители выставки в этот день останавливались у многих. Немало взглядов было обращено на баги, которые создал слободской восьмиклассник. Да и другая техника не осталась без внимания. Как говорят, все придумали лентяи. Не хочется лопатой снег грести. Вот они, отвал придумали там, все. Снегуборочная машина и все остальное. Люди работали, включали мозги, пытались что-то своими руками изготовить. И попользоваться. Они конкретно имели цель сделать. И попользоваться плодами своего труда. Мастера признаются, умение делать все своими руками существенно облегчает жизнь в быту. Возможно, даже делает ее несколько экономичнее. Экономить можно, но время очень дорогое. Времени иногда бывает не хватает. А экономия, в принципе, есть, конечно. Юрий рассказывает и показывает, как можно экономить, например, топливо, несколько модернизировав заводской снегоход. Там лепесткового клапана сделаны для экономии топлива. Ну и для более эффективной работы двигателя самого. Ну и там, как бы, есть такая возможность появилась. После того, как карбюратор перенес, лишнюю продувку на цилиндры добавить, мощность увеличить и топливо сэкономить, как бы, вот так. Еще один снегоход, на этот раз полностью самодельный, представил Сергей Гладких. Сергей Валентинович вспоминает. Его увлечение началось после бабушкиным подарком велосипеда. Сделал из него сначала трехколесный, потом двухколесный, потом мотор поставил, потом, ну, как бы, что я с ним только не делал. Я делал пневмоходы, снегоходы. Вот на последнее тут, как бы, зациклился на снегоходах, потому что пневмоходы мне тоже нравились, но они зимой по большому снегу не ходили. Мне надо было сделать такую технику, которая ходила бы зимой. Да, я охотник и рыбак, и мне надо было доехать до охотничьих угодий, как бы, вот, чтобы силы зря не терять. И для этого вот я собрал вот этот снегоход. Но этот снегоход, как бы, ему 16 лет уже. Делают для себя или переделывают под себя. Слободские умельцы могут многое. Они способны удивлять и вызывать улыбку у прохожих, которые видят эти шедевры на улице города или за его пределами.